Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Спасибо большое за то, что согласились с нами на интервью. Вас можно поздравить? Вы больше не в сборной Беларуси? Или вы как-то по-другому к этому относитесь и поздравлять вас не нужно? Нет, на самом деле, наверное, с соглашением, с объявлением о моем завершении в национальной команде я как-то выдохнула, потому что я все-таки... И все-таки приехать в феврале на три игры в неделю, отыграть и уехать, это одно. Но готовиться практически полтора месяца и ехать на официальный турнир, на чемпионат Европы этим летом... Я просто не могла себе представить, что я буду находиться в стане сборной и должна буду представлять страну на международной арене, в то время как такой беспредел происходит на улицах в моей стране. Поэтому принимаю поздравления. Отлично. Тогда, во-первых, я вас поздравляю. И очень интересно, я думаю, не только мне, поддержали ли вас в вашем решении ваши коллеги не по спортивному объединению свободных спортсменов, а именно ваши коллеги из сборной? Были ли от них какие-то сообщения, поздравления? Может, им было жаль? Я написала сообщения в нашу общую группу, в общий чат, где находится вся команда вместе с тренерским штабом. Как бы написала и вышла. Но в течение этих нескольких часов, в принципе, я получила несколько сообщений от разных людей. Это слова поддержки, это слова даже благодарны, что мы были вместе, что мы играли, что нам удалось поиграть вместе. И мы стояли плечом к ключу очень долгие годы, защищая честь страны. Поэтому, ну не знаю, посмотрим, еще не вечер, посмотрим, кто еще напишет. Самое интересное. Икатильна, расскажите, пожалуйста, о том, что вы будете делать дальше со своей карьерой. Вы играете сейчас в Турции, но у вас же и там заканчивается время. И поэтому, что вы будете делать дальше? Будете ли вы играть за какую-то сборную? И да, про ваше будущее. Ну, сборная закончилась. Я не имею права выступать за другую команду, за другую национальную команду, за страну. Поэтому, закончив выступление в сборной Беларуси, я заканчивала выступление вообще в национальных командах любых. Да, я сейчас в Турции, мы находимся, мы начинаем плей-оффы играть. И поэтому, я думаю, я буду еще в Турции, наверное, месяц-полтора. А потом посмотрим. Очень большие надежды на всех нас, на то, что мы победим, на то, что справедливость восстанавливает, что мы сможем провести новые честные выборы. И я с удовольствием вернусь в страну, где будет безопасно находиться. И буду, и с удовольствием отпраздную эту общую победу вместе со всеми людьми на улицах наших городов. А если говорить о вас в Новой Беларуси, хотите ли вы играть с теми же людьми, но уже в Новой Беларуси? Согласитесь ли вы на такое? Нет, это было в моем интервью. Я это обозначила, что даже в Новой Беларуси руководство страны сменится, но не поменяются люди внутри команды. Поэтому и находиться, я еще раз повторяю, что находиться, играть, тренироваться с людьми, которые все это время молчат, не высказывать свою позицию, мне будет некомфортно. И я свободный человек, и я имею право от этого отказаться. Мне прилетело очень много сообщений от людей, от наших болельщиков, которые следили, следят за нами, за мной. То есть они задают точно такой же вопрос, но при этом, когда я на него отвечаю, они все понимают. Они все понимают мои чувства и поддерживают меня в моем решении. Поэтому я уверена, что я хочу пригодиться Новой Беларуси как активный член общества. И я уверена, что я смогу принести пользу спортивному обществу какими-то своими другими проектами, теми же проектами с инициативами свободных объединений спортсменов. Сейчас прорекламирую нашу Академию Чемпионов. Мы запустили месяц назад этот проект, где мы делимся своим опытом и знаниями с подрастающими поколениями. Поэтому место себе в Новой Беларуси я найду обязательно, потому что я хочу быть полезной своей стране. Отлично. Катя, у вас есть возможность обратиться к белорусам, пожелать им что-нибудь, поздравить. И она у вас будет чуть попозже, но меня очень заинтересовала ваша фраза про 9 часов в интернете. Уже 11, потому что вы начали агитировать своих друзей и знакомых, голосовать на платформе «Голос». Так было в вашем интервью сегодняшнем. Даю вам слово Крыженкову. Что бы вы ему сказали, когда увидели, если бы увидели, зная, что он общается с вами только через медиапространство? В принципе, наверное, ничего. Честно, прошла бы мимо. Все, что, как сказать, все, что... Мне даже нечего вам сказать. То есть мы разорвали наше трудовое соглашение. И вы не жалеете? Они не продлили. То есть это интервью у нас происходит без согласования с нанимателем по пункту 2.25, правильно? Не согласовано, вообще ничего не согласовано. Я ни у кого не спрашивала разрешения. И вот это вот прекрасное чувство свободы. Отлично. Отлично. Ни на что не променяю. Тогда ваше слово белорусам. Что бы вы хотели им пожелать? Белорусы, котики. Надо объединяться. Надо объединяться еще больше. Ни в коем случае нельзя опускать руки и останавливаться, потому что у нас нет пути назад. У нас есть только путь вперед, светлое будущее нашей страны. И у нас есть прекрасная возможность сейчас на платформе голоса голосовать и показать, сколько нас, сколько нас свободных белорусов, которые хотят перемен. У нас много возможностей изменить ход истории, я не знаю, ход вот этой реальности, которая сейчас нас сопровождает, всего этого ужаса. Но все это мы должны делать своими руками. Я понимаю, кому-то страшно, кто-то устал, но по-другому не получится. По-другому изменить что-то нельзя, невозможно. Поэтому я надеюсь, что, может быть, сегодняшним своим поступком я кого-то вдохновлю. И кто-то с новыми силами вернется в строй или с новыми силами будет помогать другим бороться против режима, против этого диктатуры. Потому что очень много людей хочет вернуться в страну, очень много людей хочет жить свободными, быть свободными. И работать в этой стране, и чтобы страна процветала. И только вместе, своими силами мы можем что-то изменить. Поэтому, белорусы, у нас все будет хорошо. Надо только поднажать. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо не только за это интервью. Спасибо за вашу стойкость, смелость, за позицию, за сегодняшнее заявление. Уверена, многие ваши фанаты будут по вам скучать. Но они все еще могут смотреть за вашей игрой в Турции. Вот здесь мы оставим ссылку на мой инстаграм. Хорошо. Оставим ссылку на инстаграм Екатерины Снытиной. Спасибо большое за интервью, Екатерина. До свидания. Живей Беларусь.